Баку и Москва могут принудить Армению? Юнь-2, 2021 сегодня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пустился в игру слов. Накануне, вице-премьера Армении Мгер Григорян заявил, трехсторонняя комиссия Азербайджана, России и Армении по разблокированию региональных транспортных коммуникаций якобы приостановила свою работу. Дескать, это случилось из-за отсутствия соответствующего фона для эффективной и результативной работы, что обусловлено напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Однако, подлинную причину проблем, которые испытывает процесс разблокирования региональных коммуникаций, Григорян, разумеется, не раскрывает, поскольку она заключается вовсе не в антифоне, а в позиции самой Армении, которая отказывается содействовать утверждению постконфликтного мира и сотрудничества, притворять, в частности, необходимые шаги по разблокированию коммуникаций и демаркации межгосударственной армяно-азербайджанской границы. Как передает Эйс. Эйзи со ссылкой на медиа. Эйзи. Деструктивная позиция Еревана особенно проявилась в условиях, когда Азербайджан на законных основаниях приступил к конкретным шагам по уточнению границы в районах, прилегающих к территориям предстоящего строительства Зангизурского транспортного коридора. Буквально на днях тот же Григорян подчеркнул, что вопросы в логике коридора Армения не обсуждала и не станет. Ай. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вообще пустился в игру слов, мол, в двух-трехсторонних заявлениях, хоть и говорится о разблокировке коммуникаций, но нет ни слова о предоставлении коридора. В этой связи стоит напомнить о том, что в заявлении лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года отдельным, девятым, пунктом указывается, разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчеванскую автономную республику с западными районами Азербайджана. А в трехстороннем заявлении от 11 января 2021 года зафиксированы в целях разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе договоренности о создании совместной рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, установлении в качестве приоритетов железнодорожного и автомобильного сообщения, а также порядки работы соответствующих экспертных подгрупп. Таким образом, Армения, как бы ей не хотелось избежать употребления слова Зангизур, выдающего исконную азербайджанскую принадлежность этой земли, вынуждена смириться с необходимостью реализации транспортного сообщения, по сути же, коридора, который будет проложен именно по данной, входящей ныне в ее состав территории. Несмотря на очевидные проволочки, чинимые армянской стороной, реализации коммуникационных пунктов трехсторонних заявлений, в последние дни появились основания надеяться на ее благоразумие. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения уже должным образом анализирует вопросы, связанные с неизбежностью строительства Зангизурского коридора. Как вы знаете, сейчас обсуждение проходит в трехстороннем формате. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, и есть хорошие результаты, подчеркнул глава азербайджанского государства. Однако заявление Вице-премьера Армении о приостановлении работы трехсторонней комиссии свидетельствует либо о нежелании правительства Пашиняна перевести на конец осознание неизбежности строительства Зангизурского коридора в практическую плоскость, либо о попытке затягивания связанных с этой необратимостью шагов. В последнем случае деструктивность армянского руководства можно объяснить прежде всего особенностями внутриполитической ситуации в стране, готовящейся к назначенным на 20 июня досрочным парламентским выборам. Тем более, что оппозиционный стан, обвиняющий правительство Пашиняна в капитулянстве, требует от властей не соглашаться ни на строительство Зангизурского коридора, поскольку он свяжет Азербайджан и Турцию, ни на демаркацию границ, которая будет означать признание Армении территориальной целостности Азербайджана и, соответственно, перечеркнет смысл дальнейшей борьбы за статус Карабаха. Однако армянский политический класс играет в очень опасную игру. Оппозиция, в которой сильные позиции реваншистов, истерит по поводу неприемлемости проведения делимитации и демаркации межгосударственной границы с Азербайджаном без статуса Карабаха. Одновременно, сами власти Армении увязывают вопрос продолжения работы трехсторонней комиссии по разблокированию с решением пограничного кризиса. Что это как немногоуровневый саботаж армянской стороной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Армения, потерпевшая сокрушительное поражение в 44-дневной войне, которое завершилось изгнанием армянских оккупационных войск из Карабаха и восстановлением территориальной целостности Азербайджанской республики, словно напрашивается на еще одно силовое принуждение. Только теперь уже к постконфликтному миру окончательному признанию последствий войны, точку в которой положила как раз ноябрьское трехстороннее заявление. Заявление, коммуникационные пункты которого отвечают интересам всех региональных государств. Включая и саму Армению, которая, однако, больна до такой степени, что готова пострадать вновь, лишь бы не позволить осуществиться транспортному соединению своих тюркских врагов. Впрочем, Армения, если ей так угодно, вольна и далее изощряться в своем древнем недуге. Но исполнять условия трехсторонних заявлений, равно как и в целом, международно-правовые принципы и нормы, касающиеся также и уточнения межгосударственных границ, ей придется в любом случае. Ибо в поствоенной реалии, утвержденной вследствие военной победы Азербайджана, никак не вписываются капризы не до государства, живущего категориями допотопных преданий и неоправданных амбиций, а не современного закона и представлений о добрососедстве и взаимовыгодном сотрудничестве.